Генеральный информационный партнер программы «Деловый журнал 100%» Еще раз добрый вечер, Одесса. И пока наступил у нас третий блок, у нас была в положении стенографистка. Сегодня уже родился у нее ребенок. Видите, маленький клоуненок. Сразу с носом. Да, сразу с носом. Он уже с носом, он родился у нас. Сразу с носом наш ребенок в студии. Есть пополнение у комедиатного движения. И мы переходим к третьему блоку. Третий блок хотелось бы посвятить тому, как вообще мотивируются фестивали, что есть особенного в наших фестивалях и почему должны приезжать к нам со всего мира. Для начала я хотела бы подготовить некий сюжет. Наш режиссер подготовил сюжет о том, какие вообще фестивали сегодня имеют спрос за рубежом и какие у них там есть, в принципе, ориентиры. Давайте посмотрим в начале сюжет. Дайте, пожалуйста. Фестивали бувають різні, але це завжди свято. Для многих країн світу вони стають брендами. Сабиційный туризм стає дедалі популярнейшим. Так, Міжнародный фестиваль паперовых змей в Индии дає можливість побачити сотням туристів, як дивні витвори з фарб та паперу злітають у небо. Венеціанський карнавал – один з найвідоміших в усьому світі. Грандіозна подія в Італії. Цей костюмований бал-маскарад найстаровинніший з усіх карнавалів планети. Карнавал Ріо – яскраве народне свято Бразилії. Парад самби і театралізоване шоу, що проводиться в центрі міста. Карнавал давно перетворився на велику статтю доходу, залишаючи туристів зі всього світу. Каннський кінофестиваль є найбільш престижною, найбільш розкрученою подією в світі кіномистецтва. Не менш цікавий для гастрономічних гурманів фестиваль сиру в Бра. Раз на два роки в одноіменному італійському місті Бра проходить це свято. Воно триває три дні і надзвичайно популярний у цінителів цього продукту по всьому світу. Фестиваль «Тамати. Наче битва томатів» проводиться на сході Іспанії наприкінці літа. Свято користується попитом. Побитися стиглими помідорами на головній площі міста приїжджають з різних куточків світу. Лише під час останнього фестивалю в Забаві прийняло участь близько 40 тисяч людей. В битві томатів було використано сотня тонн помідорів. Отже, не дивно, що з кожним роком масові святкування захоплюють все більше людей. І з кожним роком люди стають дедалі вибагливішими та прагнуть чогось рідкого, надзвичайного та яскравого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОРОДИСМЕНТЫ Они, можно так сказати, фестивали от личностей. Т то есть, личности их инициируют, личности их продвигают. И потом это становится народными фестивалями. Вот сегодня Александр Павловский, как инициатор фестиваля «ЮМАРИНО» создал его, да? А сегодня можно считать ЮМАРИНО уже народным фестивалем, да? Это какой-то колорит нашего общества. ЮМАРИНА создана была до него, как понятие Юморина, и слово это бренд. Он возродил, он был инициатором идеи вот этого фестивального карнавального шествия. Не просто, когда люди стихийно одели носы и пошли, а его создать красиво, да, чтобы он прошел по определенному маршруту, чтобы были трибуны, и он вкладывал туда свои личные деньги. Карнавальное шествие. Именно карнавальное шествие. А вот сколько лет считается, от какого, какой даты считается, сколько лет сегодня Юморине? Юморине, это сколько Юморине, это точно знает Саша, а карнавалу, карнавальному шествию в исполнении, вот в том, каком оно есть, я думаю, что лет 13. То есть комедиаде два года, комедиаде два года, два дня и две ночи, 18 лет, 12 лет джазовому фестивалю. Сколько же Юморине, Александр? Первая Юморина, это 73-й год. 73, 74, 75, 76. В 76-м году ее запретили, потому что пушка не выстрелила, после чего 11 лет была мертвой, в 87-м году, я вспомню, 25 лет назад ее возродили, с тех пор идет каждый год. В принципе, колонна всегда шла по Дерибасовской, я сам помню, когда проходили мимо здания Центрального банка, то самым большим приветствием было, да здравствуй, деньги, там такой грох раздался, что я никогда такого еще не слышал, и больше никогда не слышал. так что вы это все. Другое дело, что уже как бы развивалась как бы та же колонна. Юморине 39, в следующем году будем праздновать юбилей Юморины 40 лет. Отлично. У нас есть... У нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем зрителя, добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу поприветствовать всех присутствующих в студии. Я, как бабушка, хочу поблагодарить коллектив Маркишова от себя и своих внуков за очень интересные спектакли и пожелать коллективу хорошего, благодарного зрителя и больших успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, бабушка, клоуны, сказали самый был отличный вопрос. Больше всего им понравился такой вопрос. Да, давайте вернемся все-таки к нашей программе. Вот комедиада как фестиваль. Программа фестиваля. С 28 числа начинается, фестиваль первого заканчивается. Что самого такого важного нужно посетить 28, 29, 30? Наташа. Все. Конечно, нужно посетить все. 28 марта мы как бы, ну так, символично как бы написали открытие фестиваля, а к нам приезжают лицидеи, которые не были в Одессе 25 лет, которые везут замечательный спектакль «Покатуха». Прилетают они с Израиля специально к нам. Мы у них были в Санкт-Петербурге не один раз. Да, в доме клонов, 19.00, лицидеи. Ольгевская, 23. Ольгевская, 23. 28 марта лицидеи со спектаклем «Покатуха». 29 марта комическое рандео. Три театра в одном. Декру, город Киев, спектакль «Невесомость души». Театр Николи из Кракова со спектаклем «Маручела». И наше настроение со спектаклем «4D придурки». Очень всех приглашаем 29 марта в 19.00 на замечательный такой, самые лучшие, так собрали коллективы. Сливки. Сливки, да. 4D сливки. 30 марта. 30 марта в 15.00. У нас, опять-таки, вся Тридом клоуна. На Ольгевской, 23. происходит конкурсная программа. Вот те молодые коллективы, которые приезжают на наш фестиваль. Клоун-марафон. Первая часть. 30 марта в 15.00. Пожалуйста, приходите. Билеты стоят буквально символически. Это 30 гривен. Но у вас будет возможность увидеть эти коллективы. И главное, мы вас просим, придите, проголосовать. От вашего мнения зависит приз зрительских симпатий. 30 марта в 15.00. А в 19.00 уже будет галоконцерт на нашем Театре Дом клоуна на Ольгевской, 23, в котором примут участие. Лицидеи. Театр «Микос» из Москвы. Театр «Николи» из Кракова. Настроение. Театр «Пластилин». Квартет «Декру». Клоун из Соединенных Штатов Америки Роб Торрес. Шаль Корнет. Клоун из Бельгии, из Антверпена. Ой, всех я перечислила. Ну, естественно, гости. Деревня дураков. Деревня дураков и хозяева фестиваля. Это, конечно, маски шоу будут участвовать в этом галоконцерте. Браво! 31 марта. Мы же еще в карнавале идем. Да, сейчас. Так мы же не дошли. Еще что-то ждать. 31 марта. В 12 часов продолжение клоунского марафона. Приходите. Билеты очень недорогие. Аж 30 гривен. Зато вы увидите всех молодых исполнителей. Абсолютно всех. То есть, потом вы сможете увидеть только победителей. Вечером. Та же самая история. Галоконцерт с участием всех вышеперечисленных звезд. Ну, и 1 апреля, конечно же, это общенациональный праздник. Столица юмора, городе Одесса. Значит, с 12 часов в общем карнавале мы будем участвовать в своей колонной комедиада. Затем, да, все участники комедиады будут в нашей вот этой вот колбаске, да, внутри карнавала. И мы вот так вот таким общим гуськом, значит, продвинемся к сцене, которая будет установлена напротив музея археологического. И там в 3 часа мы громыхнем галоконцерт, в котором примут участие участники галоконцерта все приезжие клоуны. И в том числе победители, которые уже определяются к 31 числу. И в частности, приз зрительских симпатий, которые благодаря, благодарным зрителям, значит, вот получат 4 приза будут вручены на этой площади. А вечером грандиозное шоу-галоконцерт, в котором помимо хедлайнеров фестиваля будут еще победители фестиваля, то есть лучшие из лучших конкурсантов в 19.00. В общем, в течение 5 дней, каждый вечер у нас мероприятие. 30-31 днем еще конкурсная программа. Подробности вы можете увидеть на нашем сайте maski.com.ua. И вообще любые подробности вы можете увидеть на maski.com.ua. И вообще я хочу сказать, что очень часто одесситы спрашивают, а что у вас новенько, а вы что видели? Ну вот там Орфей Вредик, видели? Нет. А Дон Жуан? Нет. А Ателло? Нет. А Ночную симфонию? Нет. А Ромео Джилетто? Нет. А Атаку Клоунов? Нет. А Моноспектакль Барского? Нет. А Моцарт и Сальери с участием Юрия Кузнецова и Бориса Барского? Нет. Так а что же вы видели тогда? Приходите, потому что... Маски в больнице. Да, потому что... Самое интересное, что очень многие одесситы-то никогда и не были в нашем театре. И задают такие странные вопросы, что новенькое. Кстати, юбилей неприходящих в ваш театр 25 лет. Тоже круглая дата. Видно, кто-то редко ходит. Одесситы могут лицезреть где-нибудь там в Нью-Йорке, в Берлине, во Владивостоке, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Минске и так далее. То есть приходят одесситы и говорят, о, мы вас видели в филармонии, помните вы меня рыбой по башке дубасили 25 лет назад? Я говорю, да, конечно, я помню, вот хорошо, что вы там в Минске пришли на наш спектакль. Приходите в Одессу, в Дом клоунов. Георгий, а у нас есть опять телефонный звонок, нас очень много зрителей смотрят, слушают. Здравствуйте, в эфире говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Я мама одного из «Настроения». Здравствуйте, сынок. Здравствуйте, я поздравляю корпорацию «Настроение». В этом году я исполнилась 10 лет. Я была на их концерте. Я очень довольна их выступлением. Я рада, что они есть. Я рада, что они радуют нас всех. И я жду их в Беляевку на рыбалку. А вот рыбный фестиваль в Беляевке. Рыбная клубната. Фестиваль сухой рыбы к пиву. А пиво пить в Германии. Кстати, видите, Александр, это еще одна дата, которую вы запишите в свой календарь юбилеев. 10 лет молодому поколению настроению. 10 лет – это уже тоже серьезная дата. А мы с годика как начали, так каждый год. До сих пор не можете остановиться. Кстати, Олег, как будете праздновать десятилетие? Мы уже отпраздновали его. У нас было много детских концертов. Кстати, вот такая тенденция почему-то у людей. Вот у нас проходят детские концерты. Мы так раз 4-5 штук подряд сделали. Ну там, да, пришло определенное количество людей. Одесса услышала, узнали. На следующий день звонят люди и спрашивают, а когда же у вас что-то будет детское? Вот сегодня тоже опять. А вот на юморину что-то будет. Так вчера только было, ребята. Вчера только 2 концерта подряд. Позавчера 3 концерта подряд было. Было, все, вы же смотрите и приходите. Это я так чуть-чуть возмущаюсь, ладно, я успокоился. Олег, ну смотрите, вы настолько востребованы в работе и в театральной, и в не театральной, в ивентской, так сказать, деятельности. На любом дне рождения только ваши лица и видишь. Дети вас очень любят. Скажите, пожалуйста, так повезло, конечно, нашим одесским детям. А заказывают ли вас дети из других городов Украины? Заказывают по разочку только. По чем заказывают? Нет, заказывают. Дело в том, что раньше чаще заказывали, потому что бензин был дешевле. А сейчас заказывают реже, потому что у них своих хватает клоунов. А сейчас, видите, наоборот, все клоуны со всех городов приезжают в Одессу, буквально через день все будут здесь. Мы не ездим к ним делиться, лучше пусть они к нам едут и смотрят на нас, и мы на них смотрим. И делимся материальными ресурсами. Да. А у меня вопрос такой, Георгий, к вам вопрос. Все-таки основная часть вашего фестиваля – это конкурсная программа. К вам приезжает очень много конкурсантов, и вы раздаете специальные призы. Расскажите, какие призы будут в этом году, и, может быть, что-то новое вы добавили в этом году. И кто, в конце концов, председатель жюри? В прошлом году Владимир Крюков был, да? В этом году? То же самое, не изменяем традициям. Вот мы такие консервативные. Призы такие же, как и в прошлом году. Гран-при. Трюкач высшей категории за лучший трюк. Смехач высшей категории за лучшее актерское мастерство. Дуркач высшей категории за лучший сценарий и постановку номера. Симпач высшей категории приз зрительских симпатий, о чем мы очень просим, обращаемся к зрителям. Приз губернатора. Приз президента фестиваля, то бишь мой приз. Приз от Дома клоунов, от нашего театра. Приз Росгосцирка. Приз наследники Марсо. И еще какой-то у нас... А потом еще к нам приезжают жюри с разных стран. Вот Наташенька, скажи, вот Наташа. То есть у нас очень такое звездное жюри получилось. И к нам приезжает там, например, такой известный из Австрии Кони Пород. Очень известный антрепренер. Он много фестивалей проводит. Также, господи, Александра Сирена из Италии, Анджей Тульчинский из Польши, Харри Овенс из Берина, из Германии, Ян Ванденберг из Амстердама, из Голландии. И они все везут какой-то спецпресс от себя. То есть очень количество больших спецпресс. Они на самом деле, конечно, будут рассматривать таланты для себя, потому что у них там нюх такой. Ага, в Одессу приезжают. Наши очень патриотичные. Вот, Олег, видите, что заявляет? Никуда он не хочет. Наташа, скажите, пожалуйста, а что новенького мы в рамках Юморины увидим в карнавальном шествии? Карнавальное шествие посвящено футболу. Тема этого карнавального шествия Евро-2012. Но поскольку Одесса пролетела мимо Евро, то у нас будет, да, Одесская Евро-12. Оно так и будет, да. Причем, что слово Евро нам запретили говорить, поэтому у нас будет просто вот Одесский футбольный чемпионат. Приходите, все увидите. Да, уже Евро нельзя сказать. Нельзя Евро слово говорить. Евросоюз тоже нельзя сказать. Нет, слово Евро-2012 говорить нельзя. Вот это сочетание. Можно сказать отдельно Евро, отдельно 2000. А можно Евро-2012. Можно же хитро. Доллары говорить. Евро-доллары. У нас есть... Доллары-2012 лучше говорить. У нас есть телефонный звоночек. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. У меня даже не вопрос, а может быть такая жалоба немножечко. Про телевизор, думаете о том, как их пригласить? О том, как спонсоров попросить деньги? Об Одесситах забыли. Одессит, это перестали приходить в центр города? Не заметили? Мы только что об этом говорили. Вот буквально, ну не знаю, вы смотрели минут 10 назад? Да, и 15 минут. Мы все время об этом говорим. Именно вот об этом. Заметили, конечно. Поэтому мы и собрались здесь. Мы здесь для этого и собрались, чтобы привлечь внимание именно наших жителей, потому что это их фестиваль, это их колорит, это их образ жизни. Поэтому, конечно, последние годы мы наблюдаем то, что больше приезжих, чем наших одесситов. А все? Все приезжие, да. Все приезжие и все. И мало чего стоящего. Ну не то, чтобы мало, но процентов 30 того, что можно назвать искусством. 40 может быть. Очень много, много некачественной продукции и не в тех кондициях артисты находятся часто. И приезжают сюда, типа так, одной левой, отработать, так быстренько заколотить, оправдать гонорарчик, так. И не чувствуется огонька. А одесский праздник имеет право проводить прежде всего одесситы. Потому что мы говорим, мы во всем мире, мы одесситы. Нас везде много, кроме как на юморине и на дне города. На собственном фестивале. Одесситам нема. И все. Максимум бывшие одесситы, которые уже там где-то везде витают, там в облаках. Вот Копперфильда пригласите. Он тоже когда-то был одесситом. Не был Копперфильда одесситом. Он был в бабушке. Нет, нет, бабушке из Липецка. Хорошо, с тобой спорить не буду. Вот Сталлоне. Вот Сталлоне пригласите. В первую очередь, когда делаем какие-то фестивали, в первую очередь мы думаем об одесситах. А уже туристы, приезжие, это, конечно, во вторую очередь. Это на то уникальное, которое мы создали все вместе с нашим зрителем. Ну, конечно, мы же приглашаем на площадь прийти, посмотреть на комедиаду одессита в первую очередь. А уже гости кто придет, пожалуйста, смотрите. Я, например, приглашаю просто зрителей. То есть мне все равно, одессит придет или приезжий. Главное, чтобы был благодарный зритель. Просто у одесситов больше преимуществ. Одесситу не нужно покупать билет в другой город, платить за гостиницу. Одессит раз, поднял свое тело. Да, на себе не показывать хорошо, плохо, да. Вот, сел в такси или там машину приехал, посмотрел и вернулся там домой или посидел в барчике. Благодарный зритель, абсолютно верно. Да, благодарный зритель должен быть. Я хочу сказать как раз об одесситах. Одесситы очень избалованные событиями. Они еще так вертят носом пойти нам туда, их еще вообще зазвать надо. То есть им надо доказать, что сюда надо прийти. Они не очень-то там какие-то раскрученные там поп-звезды, да, они туда толпой валят. А что-то такое интересное, так тоже не очень-то поднимутся с дивана. А, Кармела, к вам вопрос. А вот на ваш фестиваль, я знаю, приезжают со всей Украины, даже из-за рубежа. А наши одесситы ценят классическую музыку? Ну, есть, естественно, те люди фаны, которые приходят, безусловно. Но это сложный вопрос, и у нас уже конец передачи. И, конечно, то, что сказала Наташенька, совершенно верно, что одесситы избалованы. И потом они здесь, в городе. Мы когда ездим куда-то на другой фестиваль, мы только горим и живем этим фестивалем. А здесь еще у каждого одессита есть очень много проблем, связанных с работой, с какими-то другими, да. То есть они не могут оторваться от обыденной жизни, они живут в ней, поэтому им фестиваль кажется не таким большим праздником. Я думаю, что это все как бы поправимо, и тут главное, чтобы мы что-то делали, а наши зрители будут всегда при нас. То есть мы приглашаем просто зрителей, которые ценят это искусство, которые хотят насладиться им, и приглашаем всех к такому диалогу театральному, да, Юра? Друзья, мне хотелось сказать, вот мы сидим здесь, мы из разных областей, но что нас объединяет? Джаз, условно говоря, современная классическая композиторская музыка, собственно, юмор, журналистика и так далее. Знаете что, нас объединяет юмор, само понятие юмора, сатиры, потому что даже великие, серьезные композиторы создавали юморные произведения. И среди серьезнейшей музыки, звучащей на фестивале «Два дня и две ночи», есть произведения, которые вызывают гомерический смех, потому что музыка мертва, даже серьезная, если в ней только о серьезном говорить серьезно. Это становится скучно, грустно и обидно. Поэтому в джаз без юмора невозможен, это тоже солнечное искусство, потому что юмор нас объединил всех, юмор как стиль жизни в Одессе. Поэтому чем бы мы ни занимались, поэтому мы дружны, потому что нас, мы любим подколоть друг друга, как-то посмешить, сами посмеяться, позволить смеяться над собой. Поэтому наши фестивали объединены вот этой вот высокой идеей. Я хочу только сказать, может быть, одну вещь, которая сегодня не звучала. Так получилось, что жизнь подтолкнула нас сделать мини-фестиваль 25 апреля в зале филармонии. Это фестиваль называется «Благотворительный концерт Татьяне Боевой». Приезжает, просто я считаю, великий, не я считаю, мир считает великий легендарный ансамбль камерата вокальный, который является национальным достоянием Беларуси. И лучший ансамбль, наверное, не существует сейчас в мире, существуют другие. Будут выступать лучшие артисты нашего города, джазовые музыканты, не джазовые. Вот сегодня Георгий Делиев дал положительный ответ на мой вопрос. Ты будешь 25-го с нами на вечере, в благотворительном вечере, в огромном концерте, потому что будет огромная программа камераты, и нас, одесситов, которые неравнодушны на сцене, будет много талантливых одесситов, артистов, актеров, музыкантов, клоунов. И мы все будем, так сказать, молить Бога о здоровье Татьяне Боевой. Это случится 25-го числа, 25-го апреля в зале филармонии в 19.00. Это вот такой благотворительный вечер. Но это фестиваль, это фестиваль, где от того, как придут наши одесситы, у нее сложное и дорогостоящее лечение сейчас в лучшей клинике Украины под Киевом, и, конечно, необходимо очень-очень много средств. И, конечно, этот концерт очень помог бы нам выйти из вот этой вот ситуации, а Татьяне обрести какой-то вот уровень. Мы приглашаем всех зрителей поддержать Татьяну Боеву и присутствовать на таком уникальном фестивале. Как раз, видите, фестивальное движение таким образом помогает делать добрые дела. Это очень хорошо. А скажите, пожалуйста, Георгий, вот такой вот вопрос. Как мы видим, и чиновники тоже очень любят присутствовать на фестивале, открывать фестиваль вместе с вами, стоять на сцене. В этом году год выборов. Кого из чиновников ожидаете? Виктор Федорович, кто собирается быть на сцене в этом году для открытия фестиваля? В фестивале комедиата? Да. Ну, Виктор Федорович, нет. Он не знает, кто баллодирует. Не звонил. А в этом году выборы, да? В этом году выборы. Может быть, кто-то заявлял, заявку подавал? Вы меня прямо озадачили. Это мы в конкурсной программе посмотрели. И телевизор не смотрят, он работает. Приглашайте, приглашайте. В этом году большой аншлаг, поддерживать будут ноги. Спасибо за подсказку, за намек. Ну, а кого вы будете приглашать? Кого вы на сцену позовете в этом году? У нас губернатор. Губернатор. Мэр? Мэр будет, наверное. Мэр будет, да. Да, я не знаю, как мы... Обама в этом году не будет. И Саркази тоже. Обама и Саркази в этом году уже не будет. Путин тоже не будет. Не знаю, вообще, не думали. Еще времени много. Путин, мы ему уже прошли, мы не надо. Но он еще не вступил в долг. Путина выборы прошли уже? Да, ему уже не надо. Вот, видите, Дерев не знал, что его уже выбрали. И кого выборы пригласили? Вы меня почаще приглашайте на передачи, я буду очень многое узнавать. Хорошо. А, Жор, а если вот так вот сказать и подвести черту, какая же все-таки польза вообще от фестивального движения, от фестивалей разного рода? Вот от комедиады самая главная польза – это смехотерапия, психоанализ даже, может быть, да? Что еще? Ну, я думаю, смотрите, это тот мир, который клоуны очень бережно создают его внутри себя вначале, потом отдают его какой-то группе своей, да, партнерам, театру, затем фестивалю. То есть это такой праздник, где клоуны празднуют просто вот как бы свое существование, да, вот явление такое, что есть клоуны. И этот праздник они открывают всем зрителям, то есть двери открыты. Вот в этом главная мысль, главная философия и вот светлая идея. Вот, а по форме это просто концерты, выступления. Выходят артисты на сцену, выходят артисты на улицу, на площади и веселят, забавляют зрителей. Вот, что полезного для здоровья духовного и физического вот одесситов и приезжих гостей Одессы? Это то, что, скажем, обычно традиционно зрители приходят в театр, да, или в цирк, вот, чтобы вот покупают билет, садятся и смотрят. Хух, началось, погасили свет, закончили, поклонили, ушли и закончилось действие. А здесь люди идут по улице и, казалось бы, обыденность, да, это то, что они видят каждый день. И вдруг на улице происходит волшебство, какой-то праздник. И третье, скажем, что несут клоуны. Вот дети, они почему любят клоуну? Потому что клоуны, они точно такие, как дети. И клоуны, они видят в них себя подобных. Поэтому детей клоуны, ну, как, не очень-то и удивляет. Это нормально. А взрослый, видя клоуна, он становится ребенком. Он вот на вот этот промежуток времени, он возвращается в детство. И возвращает себе то, что у него было, то, что потом в итоге его воспитание и вот существование в социальной среде он потерял. А здесь он обретает себя. Ну, вот, скажем, это три аспекта. Можно еще долго углубляться, рассказывать. От Александра еще вопрос. Вот одному, второму Александру. Александр, а как вы считаете, вот, может быть, таким образом фестивали способствуют как заряду энергии, как для отдельного человека и для общества, может быть, целым? Может быть, таким образом легче справляться с теми же кризисами? Ну, я хотел чуть вернуться раньше. У фестиваля есть еще такая задача, наверное. Я помню, как мы рвались на эти фестивали, как мы ездили к Славе Полонину, мы ездили в Москву на караван мира. И это школа для молодых, потому что каждый раз мы возвращались с каким-то багажом. Мы что-то подсматривали, что-то отдавали. В чем-то мы сомневались, а потом оказалось, что это очень здорово. И это обмен энергией, обмен информацией, обмен положительными эмоциями. Поэтому так все сюда рвутся. И еще вернусь вообще в первый блок, потому что Украина на самом деле кузница этого жанра. Например, цирк Дюссалей имеет эксклюзив на выпускников Киевского эстрадно-циркового училища. То есть Дюссалей – это наши украинские циркачи? В большинстве своем? В большинстве своем это либо китайцы, либо наши. И на клоунов большой спрос. Другое дело, что там сложные условия работы, не каждый туда пойдет. Это отдельная тема. И вот когда все эти ребята в прошлом году собрались, мы увидели эти горящие глаза. Ну, они были в полной эйфории. Ну, и нам тоже полезно, потому что мы тут какими-то своими делами занимаемся. Мы не всегда отслеживаем, что происходит вокруг. Появляются новые таланты, новое направление, новые персонажи. Выборы в стране. Да, ну, вот выборы прошли. Да. Наташа, что вы считаете? Я хочу немножко просто добавить, в принципе, то же самое. Да, ну, расширение сознания, да, показать, что нового в мире. Мы же живем, как бы все варимся в своем соку и стараемся привести что-то такое, чего не было еще на Украине и в Одессе тем более. И чтобы наши музыканты, если говорить о джазовом фестивале, чтобы наши музыканты ездили туда. И тоже, понимаете, мы хотели бы, конечно, чтобы наших музыкантов точно так же оплачивало украинское правительство, фонды какие-то, чтобы наши музыканты могли путешествовать по миру и возвращаться обратно к нам в Одессу. Что касается кинофестиваля, то основная задача привлечь внимание к кино. К кино и так ходят. Но одна из задач возродить нашу одесскую киностудию, чтобы здесь снималось кино. Чтобы сюда привлечь режиссеров, иностранных партнеров, инвестиций, чтобы здесь с ним кино снимали. Чтобы задействовать Одесскую киностудию и все, что связано с одесскими кадрами. Кинофестиваль второй год в этом году, да? Кинофестиваль будет третий год. Третий год в этом году. Но за три года уже начались какие-то движения в этом? Да, ну второй год показал, что движения очень мощные, идут какие-то переговоры. Но вы знаете, кризис, который происходит в Европе и который на Украине сейчас, он очень глубок. И пока я думаю, что в общем не до кино. Но что-то мы в этом делаем. Малобюджетные украинские проекты, те, которые выиграли в прошлом году, финансирование началось именно Министерством культуры. Кстати, 28 марта пресс-конференция кинофестиваля. Будут оглашены первые результаты того, кто приедет к нам. Отлично. Александр? Ну если говорить конкретно о комедиаде. Ну мы вроде как привыкли к тому, что Одесса называется столицей юмора, да? А теперь давайте выйдем на улицу и спросим, а кого из одесских юмористов вы знаете? Живущих в Одессе. Ну как кого? И будет один-единственный ответ. Правда? Нет. Секундочку. Кто у нас еще юмористы, которые маски шоу у вас здесь? Домик Мунов, как минимум десяток имен. Алик Филимонов, Деревня Дураков. Ну вот еще КВНщики. Да, вот очень узкий круг. Так вот комедиада, которая объединяет всех, кто сегодня, собственно говоря, юморит не только в Одессе и в новом мире, она фактически поддерживает реноме Одессы как столицы юмора. Давайте произведем именами. Юморина. Мы считали юморину, да? Но прошлый год показал, что центральным моментом юморины стала комедиада. Этот год стопроцентно уже я беру на себя смелость говорить, что так оно и будет. Поэтому если говорить о таком смысле прагматичном комедиаде, то именно в том, что благодаря ей фактически Одесса еще поддерживает свой статус столицы юмора, которой мы так все очень гордимся. А не можем ли мы обнаружить такую ситуацию, когда комедиада перепрыгнет юморину и будут ехать на комедиаду, а не на юморину? Ну, я думаю, что в этом ничего плохого не будет. И никто не обидится, как говорится. Вы знаете, я прошу прощения, но я хочу вот тут на комедиаде быть много призов, да? Но я хочу как бы заранее вручить маленький приз человеку, который стоит, так сказать, ну, один из лидеров этого движения. Дело в том, что у меня вот еще недавно книга «Сборник 30 интервью со звездами». И там есть интервью с Георгием Делимом, я хочу ему вручить эту книгу. Я надеюсь, что когда-нибудь я напишу интервью со всеми, кто здесь. А наш эфир плавно подходит к концу. И я хочу дать последнюю минуту каждому участнику сегодняшнего большого, интересного, смешного и не очень смешного, и очень серьезного ток-шоу Одесса Лайф, посвященного фестивальной культуре. Начнем с Олега. Олег, ваша последняя минута, ваше финальное слово. Последняя моя минута. Я хочу, чтобы был мир во всем мире, чтобы на 8 марта мужчины дарили, ну, чтобы мамам дарили не чужим, а своим цветы. Вот. Хочу, чтобы все любили друг друга. Хочу, чтобы приезжали к нам на комедиату, чтобы приходили на наши спектакли, концерты, чтобы все были довольны. Всем. А я прошу передать свою минуту ребятам-клоуну, чтобы они встали и немножко повыпендривались. А я прошу передать свою минуту. Отлично. И у нас есть еще пару минут, и мы говорим свои финальные слова. Юрий. Дорогие друзья, вот в самом вопросе, что важно в движении нашем? Само движение, понимаете, вот смотрите, я только хотел сказать, что смысл всего, что происходит в движении. Помните, бегом от кардиологии, там от сердечных болезней. Действительно, юмор, молодость – это движение прежде всего. И с каждым этим движением мы самоощущаем себя как живые. Потому что если не будет вот этих выплесков, живем ли мы, жива ли наша страна, жива ли наша Одесса, могло бы быть под большим вопросом. Поэтому, как бы трудно нам не было, кажется, что пускай будут эти движения, так сказать, вот такие вот замечательные движения. Или какие-то другие движения, чтобы росло наше народонаселение. Вот так. Я очень люблю фестивали, и в эти 18 лет по два дня я себя ощущаю очень значимой. Я понимаю, что я делаю что-то такое особенное. И что это особенное, которое делаем каждый из нас, который делает фестивали. То есть это интеграция. Мы получаем огромное количество иностранных, зарубежных исполнителей, музыкантов, комедиантов, которые нам дарят свое искусство. И в то же время наше искусство нашей страны мы отдаем также им. И это, по-моему, очень важно для культуры. Я хочу открыть один секрет, Кармел. Подождите минуту. Я хочу открыть один секрет Кармелы лично. Почему за нас официально? Скажем, новый фестиваль, а на год становится моложе. Александр, да, ваше слово. Ой, я не успел еще ничего придумать. Мы уже все сказали. Они уже все сказали. Я вот хотел в Одессе что-нибудь пожелать. Приходите, смотрите. Перестаньте спрашивать, когда что у вас там. Ну что, когда там что-то новенькое. Привет, а дядя Лиев меня все время спрашивает. Приходите, смотрите. Если уже все посмотрели, начинайте делать что-то свое. Давайте дружить, любить друг друга и наслаждаться. Наконец-то уже любили. Я хочу в первую очередь всем пожелать не терять чувства юмора. И, пожалуйста, дорогие телезрители, зрители, приходите. Кто куда, кто на площадь, кто на конкурсную программу, кто на галоконцерт, на Лицидеев, на Микосов, на Квартет Декру, на Театр Николи. И, пожалуйста, придите, посмотрите, оцените то, что мы затеяли. Пожалуйста, смейтесь, улыбайтесь. Пусть этот смех продлит вам жизнь. А я хочу сказать, знаете, вот есть такие люди, которые вообще даже понятия не имеют, что там выборы в стране, когда там происходит, кто там... Задело, задело. В Одессе, вот. Но я хочу пожелать, чтобы вне зависимости от того, что происходит в стране, в мире, чтобы вы находились в мире, в радости, в любви и в счастье. А фестивальное движение, оно помогает мир, любовь, надежду, счастье и радость приумножить там, не знаю, в какой-то n-ной степени. То есть это вот маленькая частичка, маленькая крупичка любви отовсюду собирается и взрывается, как атомный взрыв. Вот. И, конечно, приходите в театр, приходите на площади, наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь театральным искусством, кино, клоунадой. Оперы и болезни. Джаз. Я сказал, музыка, любой музыка, любой хороший музык. Даже джаз. Извращенцы. Наташа? Тут уже добавить сложно, что ли. Если мы все станем немножко добрее, счастливее, то не все еще потеряно у нас в это трудное время. Я думаю, что хорошая музыка, смех, театр, вообще все это нам помогает выжить в этой, в принципе, в этом непростое для нас всех время. Ну и все-таки на этой все-таки мажорной ноте мы всех вас, дорогие телезрители, попытались вовлечь в предисловие к этому большому празднику. И мы всем желаем, чтобы вы получили искреннее удовольствие, наслаждение и настроение вот этого большого праздника. Приходите, гуляйте, наслаждайтесь. Всего хорошего. До свидания. Генеральный информационный партнер программы «Деловый журнал 100%» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова